Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. Американские фигуристы Одри Лу и Миша Митрофанов победили на турнире Golden Spin в Загребе в соревнованиях пар. Российский дуэт Юлии Артемьевой и Михаил Назарычев занял третье место, при том, что после короткой программы наши фигуристы были только на седьмом месте. В танцах на льду россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный заняли третье место. Канадский фигурист Киган Мессинг одержал победу мужчин, россиянин Андрей Мазалев стал вторым. Интересные итоги получились в соревнованиях у женщин. О победительнице хотелось бы поговорить более подробно, но перед этим по традиции, призываю вас не пожалеть несколько секунд своего времени и поставить лайк этому ролику, а если еще не подписаны на канал, то добро пожаловать. Большое вам спасибо. Фигуристка из Грузии Анастасия Бубанова одержала победу у женщин. В короткой программе она допустила ошибку на финальном вращении, но даже несмотря на это заняла первое место. В произвольной она удержала лидерство, набрав 118,61 балла, сумма составила 184,29. Даже бабочка на тройном риттбергере и небольшой недокрут на флипе в каскаде с двойным тулупом не испортили общего впечатления от проката. Я не совсем довольна, потому что не удалось показать чистых прокатов. Но тут, думаю, причина в последствиях коронавируса, я очень неудачно заболела за несколько недель до соревнований, как раз перед турниром в Граце, с которого тогда пришлось сняться. Болела неприятно, а не без последствий, и поэтому подготовка к турниру получилась не такая, как должна была, мало времени было. И сейчас тяжеловато еще выкатывать целиком программу. Форма не набрана еще после болезни, очень сильно ковид ударил по легким и по дыхалке. Поэтому сил на конец программы пока не остается, тяжело докатывать. Но это дело времени, надеюсь, сейчас отойду окончательно, начну нормально кататься, и все придет в норму. Но естественно я очень рада, что получилось тут взять золото, пусть и вот так пока с не совсем идеальным прокатом. Это первая моя победа на взрослом международном турнире, сказала фигуристка. В ближайших планах Анастасии нарабатывать форму, кататься, тренироваться, и ждать решений по поездке на чемпионат Европы. Напомню фигуристка перешла из России в сборную Грузии совсем недавно и в октябре на турнире Финляндия Трофи она призналась, что безумно счастлива вернуться, потому что уже столько лет она не выступала на подобных соревнованиях и говорила, что очень соскучилась по этим ощущениям и даже не волновалась перед своим выступлением. В России Анастасии Губановой пророчили большое спортивное будущее. Фигуристка показывала отличные результаты на юниорском уровне и навязывала борьбу Алине Загитовой. Но с выходом во взрослые у спортсменки начался спад. В трудный период карьеры она осталась со своими проблемами один на один. В 2019 году тренер фигуристки Елена Буянова не поддержала ученицу и отчислила из ЦСКА. Причин несколько и лишний вес и то, что фигуристка не справляется с той нагрузкой, которая необходима. Губанова в то время понимала, что находится не в оптимальной форме, но говорила, что Буяновой нужно все и сразу. Из-за травм, которые у нее были, фигуристка не могла этого сделать, а тренеру это не нравилось. Губановой пришлось искать выход из ситуации самостоятельно. После этого она перешла в группу Евгения Рукавицына. Время шло и Насте по-прежнему не находилось места в российской сборной. Высокая конкуренция в женском одиночном катании вынудила фигуристку принять крайние меры. В этом межсезонье Губанова объявила, что будет представлять Грузию. Инициатором смены спортивного гражданства стала Грузинская Федерация, ее глава позвонила Евгению Рукавицыну с предложением, от которого ни тренер, ни сама спортсменка не смогли отказаться. Теперь фигуристка побеждает за Грузию на международных стартах и не планирует на этом останавливаться и рвется на Олимпиаду. Я же вижу, какая в России конкуренция. В последние годы тяжело было, когда мои выступления ограничивались локальными турнирами. Я все равно продолжала кататься, потому что хотела себя показать. Бросать спорт не планировала, но с мотивацией порой было трудно, объясняла свой выбор спортсменка. Сейчас с мотивацией у Насти все в порядке и есть планы на Олимпийские игры. У Грузии лишь одна квота в женском одиночном катании и две претендентки на путевку, Губанова и Алина Урушадзе. Анастасия готовится усиливать свой технический набор с помощью ультра-си. Фигуристка отметила, что уже имеет в своем арсенале сложный каскад Лутц Ридбергер. Пытается учить квады и уже на тренировках она заходила на четверной тулуп. Часто в комментариях после решения спортсменов выступать за другую сборную можно увидеть такие слова как предатель и так далее. Но это просто рассуждать нам, а представьте когда спортсмены изо дня в день работают на катке, а возможности выступить на каком-то крупном турнире не имеют. Конечно мы можем сказать, что в стране есть спортсменки гораздо сильнее и поэтому не дотягиваясь до их уровня они и вынуждены сидеть без турниров. В какой-то степени все правильно, но сейчас, перейдя в другую страну та же Губанова не только имеет возможность выступать на международных турнирах, но и побеждать. Если бы она не сменила сборную, то не смогла бы даже рассчитывать на свое участие в этом турнире. А еще одна российская фигуристка Мария Талалайкина, которая планирует выступать за сборную Италии, до сих пор не может оформить свой переход. Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган сообщал, что федерация не давала согласия на переход спортсменки в сборную Италии. В прошлом году Талалайкина стала девятой на чемпионате России и даже этот результат не позволил ей поехать на международные турниры. Поэтому думаю не стоит осуждать выбор спортсменов и пожелать им удачи, потому что спортивный век не так уж и долг. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках, и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч.